Виталий Сергеевич Фартыгин Комитета по культуре и туризму Областного собрания Затем у вас было две награды Лауреат премии Российского правительства В области науки и техники Лауреат региональной общественной награды Достояния Севера Ну и конечно ваш юбилей 70-летие А вот какое событие для вас было самым значимым? Наверное самое значимое событие Это рождение моей внучки У меня Ариша Появилась внучка Ей уже 8 месяцев Это первая моя внучка Вот как? Да, поэтому я с большим удовольствием Вот ее смотрю, как она растет Как она уже начинает меня узнавать Уже улыбается Я думаю, что скоро уже начнет ходить И разговаривать Это в следующем году Это уже в следующем году А вот каким был для вас 2013 Вот в рабочем понимании Ну 2013 год был для меня очень важным Что я принял уже для себя решение Что я не буду председателем Архангельского областного собрания И конечно А участвовать в выборах в областное собрание Я считал это необходимым Возможным Поэтому вот подготовка к выборам Проведение всех сессий Очень внимательно отношение к своему аппарату собрания Потому что мне бы хотелось Чтобы председатель, который придет в собрание Он понимал, что работоспособный аппарат в собрании Что у нас обеспечено все связью Обеспечена арктехникой Обеспечена библиотека Обеспечена в общем та работоспособность Которая должна быть У каждого сотрудника аппарата Должна быть возможность Помочь депутата областного собрания Подготовить законопроект Подготовить заключение Вместе с ним поработать над тем меморандумом Который предложил депутат областного собрания Поэтому это такая была работа В этом году особая Передавали полномочия Но вот все-таки вы депутат четырех созывов Это четвертый сейчас Есть в нашей думе такие аксакауты? Есть, конечно У нас Евгений Владимирович Ухин Пятый созыв уже в собрании Но вы ведь по специальности гидрогеолог Не забыли? Нет, ну что Как пришли в политику? Ну, во-первых, я с 15 лет гидрогеолог Я пошел в техникум георазведочный Закончил техникум Армию три года Институт И с 72-го года в Архангельске И по сути у меня одно рабочее место было По-настоящему большое Это Архангельск геология Это участие в водоснабжении наших населенных пунктов Того же города Архангельска Это открытие месторождения имени Ломоносова Алмазного месторождения И к 2000 году Я уже работал генеральным директором Севералмаза Уже было подготовлено к освоению месторождения Но уже требовались горняки А я геолог И поэтому, конечно, наступил тот период, когда мне нужно было думать о том, какую работу находить И вот один из таких вариантов Мы говорили с Анатолием Анатольевичем Фремовым О том, чтобы стать депутатом областного собрания Речь шла только о депутате областного собрания И я пошел на выборы На выборы депутата областного собрания по Приморскому району Так как Приморский район Как раз тот район, где находится это месторождение Многие меня знали в этом районе Я со многим был знаком Активно работал с главой муниципального образования Приморский район И меня поддержали жители Приморского района, избрали депутатом. Вот стал депутатом в областном собрании. Ваша политическая карьера достаточно успешно складывается. Или это только видимость, на наш взгляд? Нет, я думаю, это связано уже с опытом. Я же пришел в собрание, когда мне было за 55 лет. И у меня был уже жизненный опыт. Житейский опыт, да. И работа была с акционерами, которые тоже, как и избиратели, очень требовательны к тому, как ты исполняешь свою роль председателя, директора. Поэтому, конечно, эта работа для меня оказалась новой и непростой в тот период, когда я стал председателем областного собрания. Но в то же время подготовленной в части работы с людьми, в части работы с депутатами. И я очень большую поддержку от депутатов получил. У нас было двустороннее движение. Не только я активно старался быть, но и депутаты помогали. Поэтому это был такой интересный, романтический период. 2000-й год еще было время, когда у нас еще не было таких вот фракций в собрании. Мы все были людьми, вот, индивидуально сильными. И я очень запомнил наши большие разговоры с Александром Петровичем Ивановым, с депутатами Юрия Сергея Сивкова. Это люди, которые уже имели опыт работы депутатами. Они во мне во многом помогали. То есть было интересно. Было интересно. Это было очень интересно. Ну, это начало было. Конечно, это начало, как любое начало, оно всегда мобилизует человека. И всегда становишься, как-то стараешься подобраться и умом, и физически. И это был интересный период такого становления. Вот вы уже упомянули, что это в этом году вы приняли решение, вы ушли с руководителя регионального парламента. И все-таки с чем был связан уход? — 13 лет работы в парламенте. Конечно, я многое уже знаю, многое умею. Но мне кажется, что вот этого времени вполне достаточно для того, чтобы эту карьеру завершать. Потому что нужно, может быть, свежие идеи. Может быть, свежее... Что-то я не вижу. Потому что это, когда ты находишься в одном круге, то ты, может быть, начинаешь сам себя оправдывать где-то в своих поступках. Поэтому я просто счел, что другой человек, он будет по-новому взглянуть. Пришло сейчас новое собрание. Очень интересные люди пришли. И это парламент. Парламент живой. Он всегда должен быть живо, обновляться. И он должен обновляться не только депутатским корпусом, но и председатель областного собрания. Заместители председателя областного собрания должны обновляться. Это интересная, активная, общественная, мощная политическая работа. Уходить надо вовремя. Ну, да. Наверное, так. Вот вы сказали, что 2000-е годы — это для вас период романтический где-то в некотором смысле. А самые тяжелые были, какой-то период. Вы можете выделить? Трудный. Ну, наиболее трудный год — это 2008-2009 год, когда действительно серьезный кризис обрушился на такой мировой финансовый кризис. И нам приходилось очень быстро принимать решения и принимать, не снижая саму социальную обеспеченность людей. Не дай бог коснуться вот этих вещей, чтобы зарплаты, люди, задержки заработной платы были, какие-то социальные льготы были бы отменены. Вот в этом плане нам пришлось, да, уменьшить значительно, сократить инвестиционную программу, которую мы в 2006-2007 году развернули очень широко. Им строились школы, детские сады, а в это время пришлось нам сократить. Но, тем не менее, мы вместе в тесных взаимоотношениях с Неденским автономным округом, а тогда как раз мы приняли полномочия по Неденскому автономному округу. Это тоже была очень большая нагрузка на бюджет и большая нагрузка на работу наших органов власти, потому что исполнительным органам власти тоже пришлось очень много приложить усилий. Они начали исполнять новые для себя полномочия уже на территории другого субъекта федерации. Поэтому вот этот период, 8-9 год, был наиболее сложный. А вот, кстати, вы не находите таких отголосков с нынешним, 2013 годом, когда очень много было дебатов по поводу отмены ветеранских льгот, дефицит бюджета? Да, сейчас период, ну, как-то мы сейчас более подготовлены. Мы более подготовлены после 2009 года. Уже мы понимаем степень опасности и понимаем степень рисков. И поэтому, конечно, ситуация, которая нас ждет в 2014 году, особенно в 2015 году, она напряженная. Но и бюджет у нас другой. У нас сейчас решение вопросов вообще состоит в понимании наших приоритетов, в понимании и совместного решения правительства области и депутатского корпуса, в том, а что важнее сегодня, что важно. И если сегодня президент Российской Федерации говорит, что сегодня важно повышение заработной платы нашим медицинским работникам, нашим учителям, нашим работникам культуры, то это чрезвычайно важно. Детские строительства детских садов, это чрезвычайно важно. Справится с этим регион? Справится, справится, справится. Просто пути несколько иные находили. Попытались, вот экономический блок правительства пошел, на мой взгляд, по несколько простому пути. Значит, он решил меры социальной поддержки поджать немножко. Но когда мы совместно с губернатором детально проанализировали все и везде посмотрели на вещи достаточно реально, мы смогли принять бюджет и смогли сохранить меры социальной поддержки для наших ветеранов. Поэтому ведь важно, еще раз говорю, важно думать над тем, какие приоритеты и чем-то можно поступиться. Но нельзя поступаться тем, что касается мер социальной поддержки. То, что они должны быть адресными, это понятно. Это и жители воспринимают это правильно, потому что нельзя рассыпать все подряд, а нужно давать тем людям, которые нуждаются в этом. Сейчас федеральный закон будет о социальных мерах, связанных с социальной помощью. И вот это новое веяние в нашем законодательстве федеральном, оно будет транслироваться и на региональное законодательство. И уже стандарты социальные под ним появятся, которые должны ориентироваться. И ниже этих социальных стандартов нельзя будет опускаться. Мы постепенно понимаем, что есть люди, которые могут и должны зарабатывать себе на жизнь, и работу нужно для них, и экономикой надо заниматься. А есть люди, которые нуждаются в социальной поддержке. Их нужно поддерживать обязательно. Вы сказали, что депутаты в этого созыва достаточно интересные пришли. А как за эти 12 лет развивается у нас депутатский корпус? Действительно как-то растет? Я даже скажу, что не депутатский корпус. Общество у нас меняется. Общество меняется, подрастает совершенно молодое поколение, которое не знает советского периода. Они уже практически 20 лет живут в условиях рыночной экономики. Они по-другому прошли школу, они воспитание другое получили. И они уже начинают заниматься собственным бизнесом. Они понимают, насколько это сложно. И многие из них начинают понимать, что они хотели бы заниматься и политикой. Потому что это же как талантливые есть писатели, талантливые химики, физики, есть талантливые политики. И они тоже среди молодых людей. Поэтому сегодня в собрание пришли как молодые политики, которые прошли через горнило выборов, прошли через выборы индивидуальные по мажоритарной системе и прошли через партийные выборы. И сегодня в областном собрании такой хороший сплав. Есть опытные люди, люди, которые 24 депутата переизбрались из прошлого созыва. Это такой фундамент собрания. Они знают, и многие из них стали председателями комитетов в областном собрании. И пришли молодые люди, которые очень внимательно смотрят, наблюдают. И уже по первым трамсессиям видно, что они очень интересуются работой. И они ответственны перед своими избирателями. Это тоже заметно. Они уже так в бой вступают, отстаивают позиции своего избирательного округа. И при формировании бюджета это уже стало заметно. Поэтому я думаю, что нынешний состав областного собрания отвечает времени, в котором эти люди собрались вместе, избрали кого в это собрание. И, конечно же, это будет конструктивное взаимодействие с исполнительной властью. Потому что исполнительная власть все-таки опирается на те решения, которые принимает областное собрание. И вот такое конструктивное взаимодействие позволяет очень надеяться на то, что у нас будет качественно улучшаться жизнь. Да, будем тоже надеяться. В следующем году, надеюсь, что тоже встретимся. А вот вас называют таким дипломатом, арбитром на политическом поле региона. Вот как вам это удается? Все-таки 12 лет срок. Вот, наверное, это все-таки воспитание. Это воспитание, которое давали мне... Быть внимательным к людям, быть внимательным к чужому мнению. Не торопиться только свое представлять. И это понимая, с уважением относиться к своим коллегам, ну, наверное, это и послужило того, что меня как-то и с уважением ко мне отнеслись, с уважением ко мне отнеслись. Я очень благодарен за то, что вот депутатами мы находились в равных таких позициях. Я никогда себя не чувствовал начальником. Я не начальник. Я был просто... Мне доверено было депутатами организовать работу собрания. И вот этим я занимался. Сейчас вы избраны председателем комитета по культуре и туризму. А что бы вы хотели в эту сферу привнести? Что нового? Или в чем вы видите вообще проблемы этой сферы? Вы знаете, мы вот как-то все время, все, что касается культуры, мы по остаточному принципу. Такая банальная фраза. До сих пор, да. Как бы это ни было. Вот что-то останется там, да, вот мы тогда дадим. И вот в словах Владимира Владимировича Путина на встрече с работниками культуры как раз и прозвучали эти слова. Достаточно об этом думать, хватит. Нужна культура. Это базовая составляющая. Культура — это базовая составляющая всей. И политики, и экономики. И тем более в нашей стране, в огромной стране, в многокультурной стране, в многоконфициальной стране. У нас же очень широкий спектр замечательного наследия. Архангельская область тем более. Это уникальное такое содружество творческого наследия культурного и творческого наследия в архитектуре. И в будущем, я просто уверен, это будет Мекка туристическая, наша Архангельская область. Здесь многие будут именно сюда ехать, чтобы понять и вспомнить, и подумать, именно подумать о России как глубокой стране, как стране, которая имеет свою большую историю. Поэтому в 2014 год, я думаю, что мы приложим в Комитете по культуре, мы приложим все усилия, чтобы это не была компания, а были конкретные шаги по сохранению и продвижению вперед наших культурного наследия. Две беды называют небезызвестные, у России есть, а вот вы какие беды назовете, в том числе и у нашего региона? Знаете, наши беды в том, что мы немножко спешим, мы бежим. Нам бы надо все-таки, как и положено на севере, так аккуратно продумывать и аккуратно принимать решения. А когда мы быстро принимаем решения, не всегда продуманные решения, то они, к сожалению, очень многими бедами для многих людей оказываются. Поэтому наша задача, я думаю, что на севере особенно, при нашем климате, при нашей территории огромной, нам нужно быть внимательными к каждому шагу, который нас ведет вперед. И это позволит нам качественно улучшать нашу жизнь. А на что, прежде всего, надо обратить внимание, уже начав работу в новом году, как вы считаете? Я вообще глубоко убежден, что для нас, помимо вопросов, связанных с заработной платой, социальной поддержкой, для нас чрезвычайно важны инфраструктуры, развитие инфраструктуры и восстановление некоторой инфраструктуры в нашем регионе. То есть мы можем сами справиться с этой проблемой? Многое, многое мы можем сами справиться. Это дорожная сеть, которая, вот сейчас нам федеральное правительство показало, как можно сделать, да, вот федеральная дорога М8, уже замечательная дорога, она уже все, да. Сейчас вот дорогу, которую мы работать будем все-таки отрабатываем по космодрому на Ленинградскую область туда. Вот, но масса дорог наших, а у людей появляются машины, появляются возможности. Я уже сказал о возможностях нашего туристического потенциала. Напрямую завязано, конечно. Напрямую, все. Наша река, Северная Двина. Ну, конечно, уже пора начинать снова новогубительную работу. Это федеральная река, значит, нам нужно ее обязательно делать. Связь у нас, в наших деревнях у нас связи еще нет, у нас телевидения нет. Понимаете, вот эта инфраструктурная составляющая... А вы говорите, с другой стороны, не спешить. Вот, нет, ну, надо делать так, чтобы это было и качественно, да, и продуманно. Я вот, торопись медленно, знаете, хорошая пословица есть, да, поговорка. Нельзя, вот потому что, когда, вот дома строят иногда. Вот иногда хороший хозяин и хороший подрядчик построят дом качественно, да, а другой построит тоже дом большой, да, но только он развалится завтра, этот дом. Знаете, вот я почему не спешить сказал. Надо обязательно продумывать и делать качественно. Вы родились в Челябинске, служили на полигоне в Байконуре, учились в Ленинграде, полвека уже живете в Архангельске, да? Вот никогда не было намерения уехать? Нет, нет, даже в первые дни, когда я приехал сюда в Архангельск, когда я вышел на набережную Северной Двины, нет, сказал, никогда отсюда не уеду. Политик — это профессия? Профессия. Политик — это профессия. Это очень ответственная профессия, и к ней нужно относиться так, чтобы это люди не ругали, не говорили, что это грязное дело политика, которая часто очень в обороте. Политика — это не грязное дело. Это для многих людей создающее благо и создающее другое качество жизни. Просто нужно относиться к этому, вот как к профессии, которую ты выбираешь. И людям, которые избирают политиков, нужно тоже ответственно относиться, приходить на выборы и избирать политиков, которые ответственны, которые могут создать что-то и которые будут всегда перед людьми открыты. И в конце небольшой блиц, перед Новым годом. Самый неожиданный, самый желанный подарок, который был вам сделан в день юбилея сначала. Давайте об этом. Знаете, ну я расскажу просто приятным. Мне было приятно, что ко мне пришли меня поздравить, отправили открытки, отправили телеграммы очень много людей. Знаете, бывает так ситуация, когда ты меняешь что-то в профессии, да, в смысле это сам, уходишь куда-то и могут, да, могут там тебя... Но для меня было это очень приятно, и я очень благодарен всем, кто поздравил меня с юбилеем. Меня, оказывается, многие помнят, знают, и мне это было очень приятно. Какой подарок вы бы хотели на Новый год получить? Чтобы мои дети рядом были, чтобы у меня... Они все разъехались, поэтому сын пока приехал, да, и поэтому, конечно, самый большой подарок — это быть в семье. Самый большой подарок. И пожелания с Новым 2014 годом всех, кто вас любит, помнит, и всем, в общем, землякам. Ну, конечно, доброго здоровья. Конечно, доброго здоровья и верить в то, что с каждым днем все-таки у нас чуть-чуть становится лучше. И я уверен, что наша Архангельская область, дорогие северяне, дорогие жители нашего края, у нас замечательный край, и все вместе мы обязательно сделаем так, чтобы у нас было лучше. И, конечно же, доброго здоровья нашим ветеранам, доброго здоровья, чтобы в наших семьях и наши детишки меньше болели, наши бабушки как можно меньше болели, чтобы доброго, еще раз доброго здоровья. И вам тоже, Виталий Сергеевич, здоровья и оптимизма. Спасибо, что пришли в нашу студию. В прямом эфире был Виталий Фартыгин, заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов. Каждый из нас в конце года подводит свои итоги. У каждого были свои прекрасные мгновения, свои достижения и промахи. Какой опыт года уходящего выстроит дорогу к году будущему? Реализации самых смелых намерений желаем вам в новом 2014 году. Впереди много дел. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова